В этот день десятки окружных малышей нарушили свой обычный режим дня. Вместо сна по программе интерактивные площадки, конкурсы и игры. Родители такому активному отдыху были только рады. С удовольствием, даже мальчишки танцуют, прыгают, ляшат. Так что спасибо организаторам молодцы. На детской программе «Я родился в Наус», который начался праздничный марафон, можно было не только потанцевать, но и поиграть. Причем в забытые старинные игры. Давай-ка, Любашечка, давай-ка. Меня платили, купакам. Я очень старинная. Ее играли и в Каргопольском районе, например, в Архангельской области, и у нас в Няницком округе. Например, вот в Коткино моя тетушка рассказывала, что играли в такую игру. Но тогда использовали спички. Сегодня вот мы зубочистки взяли. То есть любые палочки можно. Самое главное из этой кучки очень ловко вытащить. Эта игра называется «Бирюльки». Очень ловко вытащить по очереди эти берюльки, не задев остальные палочки. Очень увлекает. Рядом с увлекательными ненецкими и русскими народными играми расположился ресторанный дворик с огромным самоваром. Здесь маленьких и взрослых гурманов угощали национальными блюдами. Самым гостеприимными на праздники стали представители татаро-башкирской диаспоры. Угощали, естественно, национальной кухней. Это травяной чай, который состоит из зверобоя, да, и плюс душица. Он очень полезный для здоровья. Мед обязательно. То есть башкирский мед самый лучший в мире. И национальное угощение – это чак-чак. Сладкий с медом, естественно, вакбелиш. Далее учупепочмак, самса. И у нас еще был кастыбый. Кстати, их юрта стала самой популярной не только среди гурманов, но и любителей искусства. И ее со второго этажа Дворца культуры Арктика рисовали юные художники из городской школы искусств. Там прошел праздничный пленэр. Юные таланты при помощи красок и пастели признавались в любви родному округу. А любишь округ? Отпожаю. А почему? Ну, он такой своеобразный. У него есть свои традиции. Но он красивый. Не очень большой, не очень маленький. А что пожелать можешь округу? Я желаю, чтобы он строился еще больше и был еще красивее. Я просто изобретила двух оленей, а на них сидят девочки и держат «Мы любим нау». Плакат «Мы любим нау». А почему ты любишь нау? Да. Обожаю. Ну, мне он нравится. Он такой, как бы, северный, но он, как бы, такой холодный, но все равно я его люблю почему-то. Потому что это мой округ. Я люблю его. Я там родилась, тут. Родиться в округе, да еще и в день его образования, 15 июля посчастливилось Павлу Дрягину. Многодетным родителям двухмесячного малыша из деревни Пылемец вечером перед праздничным концертом вручили ценный подарок. Мы вообще не ожидали. Позвонила наша глава, Татьяна Николаевна Жданова, позвала, говорит, надо приехать, получить подарок. Оказывается, у нас Павел рожден в день округа. Мы не ожидали совершенно. Еще одна многодетная мама Сталина Вахрушева, которая воспитала пять детей, получила медаль «Родительская слава». А что можете пожелать молодым родителям? Может быть, секрет воспитания раскройте? Какой секрет? Просто любить своих детей и прислушиваться к их мнению. Вот уже на протяжении 35 лет любит детей и прислушивается к их мнению заведующая детского сада поселка Красная Галина Храпова. Ее многолетний педагогический труд оценили почетной грамотой НАУ. Начинала я с младшего воспитателя, с нянечки, когда в ясельках работала. Потом закончила на воспитателя, отработала 19 лет воспитателем и с 2001 года работаю руководителем. Сочинение когда написали, и в третьем классе у меня до сих пор сохранилось это сочинение, и я всегда писала «Хочу быть воспитателем в детском саду». И моя мечта, конечно, исполнилась. Еще одну заслуженную награду получила наша коллега, главный бухгалтер телеканала «Север» Людмила Сенгур. Ей было присвоено звание «Почетный финансист НАУ». Это, конечно, очень приятное событие. И хотелось бы поблагодарить свое руководство, поблагодарить коллег, с кем я работала, с кем я сейчас работаю. И, конечно, поздравить всех нас с праздником. Всего государственные награды Ненецкого округа получили 23 человека. Это люди, работающие в разных отраслях нефтегазодобывающей промышленности, здравоохранения, образовании, энергетики. Продолжился общий праздник концертом, на котором выступили специальные гости – московские артисты, группа «Файста Фэмили» и певица «Максим». Завершился праздничный марафон красочным салютом. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok